здравствуйте мои дорогие свое прошлое видео я назвала еда как орудие убийства я почитала ваши комментарии и мне захотелось сделать продолжение этого ролика и назвать его как раз противовес названию своего прошлого ролика то есть как вы видите сегодняшнее видео называется еда как средство лечения я хочу сегодня прокомментировать некоторые комментарии которые вы оставили под видео еда как орудие убийства расшифровать вот это понятие еды чтобы вы понимали что на самом деле конечно же у еды очень многоликое значение она может быть на самом деле как орудием убийства так и средством лечения но почему-то это свойство еды недооценивается и мне хотелось бы немножко более подробно обозначить свою позицию по отношению к еде об этом сегодняшнее видео и начну я с последнего комментария но последнего на сегодня на данный момент времени евгения макарова путина пишет давно ли вы стали такой правильной не судите несудимы будете еще недавно гной шел из вашего тела каждый должен прийти к этому сам либо научите чего сидим и отворачиваемся давно ли вы стали такой правильной я не претендую название правильно я вообще считаю что мир людей это мир очень многогранный у нас нет вообще правильных людей и правильных людей есть люди каждый человек со своим набором положительных и отрицательных качеств свойств которые меняются на протяжении жизни а вообще слова правильные или неправильные это очень относительное понятие поэтому все что я высказываю в своих видео это моя субъективная точка зрения это мои это плод моего опыта моих знаний это мои эмоции мои переживания это то чем я хочу делиться с вами с людьми я очень люблю свою аудиторию это действительно так я очень люблю и очень ценю свою аудиторию потому что большая часть моей аудитории это на самом деле продвинутые люди продвинутые в теме питания в теме здорового образа жизни я это вижу очень отчетливо и поэтому я очень люблю своих подписчиков и вот это вот это опровержение которое я сейчас даю правильная я или неправильная это вообще не имеет никакого отношения к той теме которую мы обсуждаем я вот такая и я выношу на ваш суд свои воззрения не судите несудимы будете я не имею права и вообще кого-то судить или осуждать все о чем я говорила в ролике орудия как простите еда как орудие убийства это скорее моё моё горькое сожаление о том что я вижу вокруг себя и это сожаление она становится еще более горьким и трагичным от того что я находилась в этой больничной палате не по своей доброй воле я находилась возле своего больного отца который стал точно такой же жертвой инсульта к каким как стали эти люди эти люди о которых я рассказывал это жертвы инсульта я не могу к ним относиться с осуждением точно так же как я не могу осуждать своего отца который заработал смертельный диагноз от которого он собственно и скончался это атеросклероз брюшной аорты как я могу судить людей которые стали жертвами своего времени жертвами неправильного представления о том как надо питаться здоровым образом эти люди стали невольными жертвами они не по своей воле заработали себе инсульт заработали атеросклероз гипертонию ишемию и так далее и тому подобное это трагедия людей я глубоко сочувствую всем людям которые приобретают заболевание в результате вот такого нездорового образа жизни но этот нездоровый образ жизни собственно создает из нам сама жизнь но если скажем во время молодости там детства молодости моих родителей у них просто не было выбора им нечего не из чего было выбирать у них не было других возможностей у них была только одна цель выжить если мой отец это детский дом это послевоенные и голодные годы это нужда это лишение это выкарабкивание выцарабывание себе возможности жить это много работы это питание в столовках это много транс жиров это забота не о себе о том как бы мне там поправильнее попитаться это забота о том чтобы дети были сыты о том чтобы они развивались чтобы они получали образование это забота о семье чтобы у семьи был материальный достаток вот о чем речь о том что люди становятся невольными жертвами вот этого неправильного питания получают смертельный диагноз как я могу кого-то судить или осуждается то что он лежит в больнице это за то что у него образ жизни и образ питания неправильный если сама жизнь к этому привела но если тогда у моих родителей не было выбора то сейчас возможности выбора стали намного более обширными вот у нас у тех людей которые живут сейчас современное время у нас есть очень большие возможности выбора выбора правильной еды и неправильной еды возьмем даже тот же инсульт или скажем вот этот печальный диагноз атеросклероз брюшной аорты от которого скончался мой отец это закупорка это атеросклеротические бляшки которые закупорили сосуд и прекратилось кровоснабжение началась ишемия начался распад некроз тканей физическое тело человека не может существовать когда прекращается кровоснабжение именно это произошло случае моего отца от чего это происходит наверняка всем знакомо слово холестерин и наверняка вокруг этого слова очень много всяких мифов я ради интереса набрала сервисе яндекс вордстат слова холестерин и получила на выходе количество показов в месяц более 18 тысяч ну довольно такое приличное количество людей ой прошу прощения сто восемьдесят тысяч то есть более ста восьмидесяти тысяч людей за месяц интересовались словом холестерин далее я набрала в поиске слова плохой холестерин словом словосочетанием плохой холестерин интересовалась примерно 17 тысяч людей то есть почти в 10 раз меньше и ради интереса я набрала словосочетание хороший холестерин и увидела что этим словосочетанием интересовалась еще меньше людей около 16 тысяч людей то есть очень много людей слышат что-то о холестерине но гораздо меньшее количество людей понимают что есть холестерин плохой а есть холестерин хороший вот из таких мелочей из такого незнания некоторых вещей некоторых нюансов собственно и складываются наши проблемные отношения с едой и наши тяжелые последствия по здоровью а кто виноват а никто не виноват а давайте просвещаться а давайте читать сейчас информации очень много вот наберите слово плохой холестерин и хороший холестерин поисковике и вы найдете массу статей массу статей на эту тему как избегать плохого холестерина который приводит к образованию атеросклертических бляшек сосудах и как нам пополнять запасы хорошего холестерина которые как раз таки и способствует профилактики этих бляшек то есть способствует разрушению рассасывание этих бляшек не дает образовываться новым бляшкам то есть холестерин понятие с него относительное и в общем и целом бояться этого слова не стоит но выбирать те продукты которые способствуют образованию либо плохого холестерина либо хорошего сегодня каждый силах то есть во времена моих родителей не было интернета и у них не было доступа к информации что такое плохой холестерин что такое хороший холестерин на сегодняшний день у вас это возможности есть очень много возможностей и найти информацию и найти продукты соответствующие здоровым питанием поэтому пожалуйста все ваших руках я даже не буду перечислять эти продукты я могу конечно привести примеры таких продуктов в описании к видео поскольку я консультант по питанию и это было бы наверное естественно я пожалуй так и сделаю что я перечислю эти продукты дабы вы себя не утруждали но все равно даже несмотря на эти списки несмотря на мои видео вы же все равно полезете в интернет вы же все равно будете разбирать эту тему потому что конечно же кому хочется зарабатывать эти бляшки кому хочется получать инсульт и кому захочется умирать от атеросклероза я думаю что все очевидно это мое рассуждение о том что не судите несудимы будете не имея права никого судить но имея полное право призывать всех к тому чтобы делать свое питание более здоровым возможности для этого сейчас есть следующая фраза еще недавно гной шел из вашего тела гной есть не только в моем теле гной есть в теле любого человека каждый из вас кто сейчас сидит и смотрит и слушать меня является носителем гноя я утверждаю это как бы и не печально и не противно это звучало но каждый человек является носителем гноя и это носительство проявляется у каждого по-разному у кого-то это хронический насморк как в моем случае у кого-то это постоянные гнойные прыщи кого-то это астма у кого-то воспаление легких у у кого-то пил нефрит и так далее и так далее то есть любые воспаления которые связаны как-то с наличием гноя они дают о себе знать в самых различных органах в самых различных частях тела и каждый человек рано или поздно сталкивается с этим даже такие банальные явления как простудные заболевания ОРВИ насморк кашель которые случаются с каждым человеком несколько раз в год у кого-то реже у кого-то чаще это все является доказательством того что каждый человек является носителем гноя и гной этот образовывается именно в силу того что питание наше на протяжении большего количества лет является загрязняющим слизеобразующим то есть гной есть не что иное как образование слизи от загрязняющей еды подробно об этом я говорю в своем обучающем курсе оздоравливающее питание ссылочка на который я даю внизу в описании видео если в течение десятилетий как это было в моем случае и как это происходит практически в случае каждого человека если в течение десятилетий человек накапливает себе этот гной неважно в какой части тела то потребуется еще несколько десятилетий чтобы избавиться от этого гноя и не факт что можно очень быстро избавиться от него полностью и окончательно это процесс довольно трудный как показывает практика но делать хотя бы минимум или максимум из того чтобы по крайней мере препятствовать образованию новой слизи и нового гноя в организме вот это опять же в наших сил это в наших возможностях главное это знание которое мы должны получать из всевозможных различных источников и еще более главное это наше действие которое мы дело совершаем опираясь на эти знания либо научите чего сидим и отворачиваемся мы сидим но мы ни от кого не отворачиваемся как раз наоборот все что я делаю на своем канале в своей деятельности это есть как раз поворачивание меня в сторону вас в сторону людей это мое желание дать как можно больше информации о здоровом питании о том как еда влияет на нашу жизнь следующий комментарий который я хочу зачитать часть комментария скажем так михаил терлецкий вроде бы так вот бы я не ошиблась в произношении фамилии при выборе жрать или жить жить выберут все но от жиротвы откажутся очень немногие и вроде как жалко людей тем более если они близкие но агрессия с которой они отстаивают свой кусок колбасы убивает как какую-либо эмпатию бая может лучше оставить их в покое и пусть себе радует чрево своем когда я находилась в палате со своим отцом там были два интересных персонажа один из них вот тот мужчина с животом о котором я вам рассказывал что он ел 24 часа в сутки и был еще один мужчина которым я не рассказываю своем прошлом видео но который вот меня умешка удивил своим высказыванием в очередной раз наблюдая как товарищ с животом ест свою еду припасены на тумбочке он произнес вот такую фразу вот ты думаешь от чего у тебя инсульт ты думаешь от чего у тебя повышенное давление ты наверное думаешь что это у тебя от старости товарищ жевал свою булочку и молчал и тогда этот пациент сказал ему а это не от старости а это знаешь от чего и это от продуктов это от неправильной еды и потому что вся еда сейчас идет отравленная ядовитая с ешками вот от этого у тебя твое заболевание я тогда очень удивилась потому что внешний облик этого человека совсем никак не говорил о том что человек продвинут в плане питания в плане здорового образа жизни как раз вот наоборот это был такой мужик-мужик такой вот знаете его внешность даже больше была похожа на какую-то такую зэковскую но при этом я услышала от него вот такую здравую вещь но он конечно высказал ее в силу того насколько у него было понятие о здоровом и нездоровом питании но в принципе он был очень близок к истине и даже вот со стороны этого человека с этого пациента прослеживалась какая-то забота какое-то сочувствие вот к тому товарищу с животом который очень много и очень часто ел даже тот пациент понимал что это ненормально что это что это как бы убивает больного человека который и без того болен а вот такое обилие еды оно еще больше усугубляет ситуацию то мое отношение оно как раз и основано на жалости и на очень большой симпатии к этим людям мне их жалко но дело в том что вмешаться в жизнь другого человека постороннему находящемуся с ним в больничной палате просто в силу жизненных обстоятельств это было бы вообще неуместно и некорректно поэтому я просто молчала я просто констатировала факт и я просто рассказала об этом вам но скажем оставить их в покое и пусть радует чрево свое я не могу сказать что вот я готова быть на такой позиции по отношению хотя бы вот к моим подписчикам я не хочу чтобы люди радовали свое чрево и получали при этом ужасные последствия по здоровью я и хочу это как раз обратного мне хотелось бы донести до большинства людей вот эту истину о том что еда является как орудием убийства так и средством лечения вопрос только в том как распорядиться вот этим средством да как понять какая еда убивает а какая лечит вот моя миссия вот моя задача объяснять вам объяснять людям случайным и не случайным которые оказались на моем канале как еда убивает и как она лечит на сегодняшний день я пришла к такому состоянию в своих отношениях с едой что моя еда меня только лечит если раньше 4 года назад моя еда меня по большей части убивала и я в конце концов поняла что это действительно медленное убийство и я уже рассыпалась просто по запчастям и если бы не вот это открытие натуропатии марва огоняна система очищения система правильного питания если бы не это открытие в моей жизни я бы и сейчас продолжала рассыпаться и наверное я сейчас и выглядела бы по-другому и рассуждала по-другому а может быть меня вообще бы и не было здесь с вами а может быть меня вообще бы и не было вообще просто жизни я вполне допускаю это мы все смертные но то состояние которое я испытываю сейчас состояние очень большого прогресса в отношении своего здоровья в отношении своей энергетической составляющей это состояние вызвано исключительно тем что я превратила всю свою еду в лекарства и вот этот весь мой путь прохождение прохождение своего экспириенса в еде как от средства убийства к средству лечения весь этот путь собственно и отражен на моем канале на моем сайте блоги это то чем я делюсь делилась продолжаю делиться и буду и дальше это делать вопрос только в том насколько человек готов воспользоваться принять эти знания этот опыт или же не готов еще один комментарий написала Наташенька всем нам ясно что обычно самое вкусное это не полезное как же трудно отказаться от вкусняшек не совсем я согласна вот с этим комментариям дело в том что понятие самое вкусное это то временное то есть на определенном этапе самым вкусным кажется одно на другом этапе самым вкусным кажется другое Вот это происходило и в моей жизни, то есть, скажем, если 4 года назад самым вкусным, ну, что я могла назвать для себя самым вкусным? Ну, наверное, оладьи со сгущенкой, наверное, эклеры со сливочным кремом внутри, ну, наверное, там шашлык из свинины. Вот это было для меня, наверное, самым вкусным. И, понятное дело, когда это вкусно, ты не хочешь и не можешь от этого отказываться, и не видишь причин, и не видишь смысла от этого отказываться, и хочешь этого как можно больше и как можно чаще. И когда ты вдруг начинаешь понимать, что это на самом деле вкусно, но не полезно, вот тогда начинается переосмысление дальнейшей жизни. Но дело в том, что когда ты вступаешь на путь оздоровления своей еды, то постепенно эти вещи уходят. Вот это самое вкусное, оно начинает постепенно-постепенно уходить. То есть сначала ты это сознательно уменьшаешь в своем питании. Не говорю убираешь совсем, потому что убирать и совсем запрещать себе все самое вкусное – это неправильная позиция. И я на этой позиции стою до сих пор. В моем питании нет запрещенных продуктов вообще. Да, вы не ослышались, в моем питании, несмотря на то, что я считаю его оздоравливающим, естественным. Нет запрещенных продуктов вообще. Дело только в системе. То, какое питание у меня в системе, и то, что иногда у меня появляется в питании из неполезного, как временное включение. То есть иногда по поводу, по случаю, по форс-мажору и так далее. Я не строю из себя какую-то идеальную, идеально чистое создание. Нет, я живой человек со всеми традиционными привычками. Но я человек, который выстроил для себя свою систему. И вот в моей системе, которая у меня на сегодняшний день, у меня приоритеты поменялись. Вот всё самое вкусное для меня на сегодняшний день – это как раз полезное. Для меня самое вкусное – это фрукты. Для меня самое вкусное – это овощи. Самое вкусное для меня – это оливковое масло. И вот всё в таком духе. То есть какие-то вкусняшки из прошлой жизни, вот те же самые оладьи со сметаной, они могут проникать в мою жизнь иногда где-то в гостях, где-то там на праздник, на какую-то, на масленицу, могут иногда быть, но они уже не являются для меня самым вкусным. Потому что поменялась микрофлора, потому что исчезли зависимости, потому что изменились пищевые пристрастия, потому что я стала другим человеком, потому что у меня другой бактериальный фон. Именно поэтому вот это понятие самого вкусного, оно стало кардинально другим. И поэтому, если вы заходите на новый путь, путь здорового питания, не делайте его сразу кардинально идеальным. Это не получится у вас. И это могут подтвердить сотни моих клиентов, которые знают, что такое постепенный переход. Резкий переход всегда приводит к срывам и откатам. Поэтому постепенный переход с постепенным уменьшением доли неполезного и увеличением доли полезного как раз и будет тем путем, который приведет вас к состоянию еда равно лекарства. Я это утверждаю, потому что я сама прошла этот путь. Точнее, я сама иду этим путем, потому что этот путь бесконечен. Путь, на котором мы еду превращаем в лекарства, этот путь бесконечен. Невозможно прийти к такой точке, когда мы сделали еду лекарством и пришли в какой-то конечный пункт, который называется идеальное здоровье. Такого быть не может. Здоровье – это состояние, над которым вы будете работать всю жизнь. Если вы не будете всю жизнь поддерживать свое здоровье, стараться и принимать меры, то само собой это здоровье, оно не будет какой-то константой. Об этом нужно все время заботиться и над этим нужно все время работать. И я иду этим путем. Мне очень нравится этот путь. Путь экспериментов, путь получения опыта. И я буду рада, если на этот путь встанет как можно большее количество людей из вас, из вашего числа, мои дорогие подписчики, из числа ваших друзей, ваших родных, близких. Это и есть моя задача, ваша задача, наша задача. И я желаю нам всем удачи на этом праведном пути. Долго не прощаюсь. Ваша Байчая.